надо ремень купить обязательно здравствуйте семён здравствуйте вот короче есть у меня к тебя один вопрос мы в принципе всем задаем вот хотелось бы от тебя услышать ответ вот смотри вопрос такого плана ты хотел бы чтоб в россии появился одиозный молодой рок-герой который бы возродил былой дух рок-н-ролла и каким ты видишь этого нового героя в свете прожитых лет и полученного жизненного опыта ну было бы неплохо герой смотря что он людям принесет а что в твоем понятии рок-герой может быть ты и есть тот рок-герой нет я пожалуй мне это не надо а что у своем понятию рок-герой что должен делал делом или умеет делать делать рук которые затрагивает людские массы русские массы которые урок затрагивает это называется коммерческий рок как у духа рог должен быть честно он должен заткнул честный рюк который затрагивает людские массы много масс значит он нибудь герои рану то Что же он в людские массы-то затрагиваешь? Чем роком? Да, вот это вот твоя тема, которую ты играл, вот исполни-ка ее. Ну давайте. Это величайшее произведение, его можно сыграть в каждой. Я Даганов удалой, выходи ко мне, любой, заходи, рою тебя, не будешь ни хуя. Надеюсь, вы... Да, давай, призыв, призыв есть, призыв есть, да. Вот протеста не хватает, Семен, протеста не хватает. Ну во-первых, смотри, рок-героям всегда как бы, ну ты вот сделал упор, должен нравиться людским массам. Ну людским массам в каком плане? Рок-героям не будет там же петь, там типа зарабатывайте много денег, там вы будете жить хорошо. Там ебашки, блядь, пиздец там с утра до вечера. Чем они призывали раньше? Рок-герои наши? Рок-герои, блин, призывали. Это уже честно? Ну, одни рок-герои раскачивали систему, блин. Другие рок-герои пели, блин, как бы сказать, об общем вообще. Но такими словами непонятными. И это закончилось типа того, что теперь все говорят, что вот, как бы тебе сказать, вот она, а на кухне синим цветком горит Цой. Типа того, короче. Плохое сихотворение. Ну, это вот так один там товарищ выразил в сотворчестве Виктора Цоя. Ну, соль талантливый человек был. Ну, вот он был герой, нам последним, по ходу дела. А то еще вот он был, да. А вот я считаю, что Егор Летов. Ну, не могу согласиться. Потому что ты Егора Летова не слушал. Я понял тебя. Ну, я и все особо не слушал. Ну, то есть, короче, у тебя средства массовой информации, в тебя больше внеслицое. Для меня рок-героя это Курт Кобейн, вот кломал систему. Блядь, мы говорим про российских, блин, на Западе полно рок-героев, блядь. Ну, там они даже не рок-герои, а, как бы, блин, типа сказать, символ поколения. Вот так вот. А у нас рок-герой. Рок-герой, вот, допустим, вот возьмем Шевчука. Вот Шевчук тоже рок-герой, да? Ну, я согласен, да. Ну, он, как бы, это вот рок такой специфического плана. Это больше, как бы, блин, авторская песня. Барды тоже неплохо. Барды раньше тоже были рок-героями, по большому счету. Они же тоже были против системы. Барды? Да. Бард Симпсон, может быть. Барды тоже. Бард Симпсон и Гомер Симпсон. Мы же тоже запрещали, сажали в тюрьмы. Что там с ними делали? Бардов? Да. Это какого барда-то посадили? Ну, сажали, не помню. Смотрел, какого-то тема. При их Сталине, что ли? Я согласен, да. Там, блядь, славки бардами забиты были, наверное. Солженица, самое главное. Самое главное, же, Бард Солженица. Он на самом деле не сидел. А где он все придумал? Это он все придумал? Да. Я посмотрел передачу, по-моему, обличающую. Так что он там особо и не сидел. Во как. Или сидел, но не так, как он описывает. А я вот могу тебе сказать, блин, что для братвы, блин, самый лучший рок-герой, блин, это был Михаил Круг. Ну, да, я согласен, мне нравится творчество. Вот. Красиво он писал, да, красиво. И писал красиво, и аранжировки хорошие. Аранжировки писал, самому классно. И нам не надо никаких рук героев, я тебе могу сказать. Вот для России Михаил Круг, это вот то, что надо России. Потому что мы живем там. Ну, а ты говоришь, как он нужен. Но его застрелили, да. Там тема такая, пришли грабить хату, блин, да застрелили, блин, случайно. Не хотели, но застрелили. Все уже там говорят, за это ответили. Ну, ответили, так ему надо, убийство надо отвечать, тем более Круга. Так, что сейчас нет по-кому героев. Ну, вот, рок-героев-то нету. Ну, а ты вот хотел бы, чтобы он появился. Одиозный, молодой. Появится, появится, почему нет такой. Молодой, ну, навряд ли сейчас... Не, ну, тут вопрос поставлен так. Вот, каким ты видишь этого нового рок-героя в свете прожитых лет и полученного жизненного... С гитарой. С гитарой. С гитарой. Честного, с длинными волосами. Я думал, ты сейчас скажешь, с баяном. С баяном, да. А Федор Чистяков для тебя не роман, да. А вот он с баяном. Ну, не такого, в большом масштабе. Ну, как же, блин. Там у него песни такие, что их, блин, все поколение пело. Ну, дай бог, чтобы... А человек и кошка, наверное, каждый пятый, блин, знает эту песню. Я не знаю. Я знаю... Школа Капитанов, там я научился, вот, купите стакан. Вот так, тут, понимаешь, в слове есть стакан. Вот оно прям сразу легло, прям тебе. Школа жизни, это школа Капитанов. Да, там я научился, вот, купите стаканов. Школа Живизна. Еще баба там была, которая шпарами вперед, копытами назад, что-то. Да, есть такое, да. Кому не было бы. А Янка Дягилева. Тоже не слышал. Тоже не слышал. Все, спасибо, Семен. Я понял, рок-герой должен быть с гитарой. И очень умный. Спасибо, Семен. Спасибо. Спасибо. Спасибо.